Здравствуйте! Это библейский портал экзегет.ру. Цикл лекций. Введение в Священное Писание Нового Завета. Тема. Связь между каноничностью и Богодухновенностью. В качестве определения канона Священного Писания Нового Завета мы дали следующее. Это список книг, содержащих откровения, данные через учения и деяния Иисуса Христа, записанные апостолами или их ближайшими учениками и воспринятые Церковью. В этом выражении используется термин канон и понятие каноничности, то есть соотнесенности с каноном. И оказывается, что по отношению к книгам, вошедшим в канон Нового Завета, данный термин имеет двоякое значение. С одной стороны, это изначальное его содержание, которое указывает на нечто правильное, истинное. То есть, получается, что это список тех книг, которые содержат правильное, истинное учение Церкви, истинное откровение Господа Иисуса Христа. Если мы смотрим на этот аспект определения канона Нового Завета, то получается, ведь истинное изложение учения Господа есть не что иное, как богодухновенность. И отсюда следует из каноничности обязательно следует богодухновенность. Всякое произведение, которое входит в канон Священного Писания Нового Завета, непременно является богодухновенным по определению понятия канон. С этим никто не будет спорить. А вот более интересным является обратный вопрос. Из понятия богодухновенности следует ли обязательно каноничность? То есть, всякое ли богодухновенное произведение обязательно должно входить в канон Ветхого или Нового Завета? Или, можно выразиться иначе, ограничен ли круг богодухновенных произведений только каноном Священного Писания Ветхого и Нового Завета? Ответ на этот вопрос отрицательный. Ответ отрицательный в силу определения и понимания богодухновенности. Ведь богодухновенность это не всегда непосредственное откровение Божие, либо душе пророка, как было это в Ветхом Завете зачастую, либо через учения и деяния воплотившегося Сына Божия Господа Иисуса Христа, как это было в Новом Завете. Но богодухновенность предполагает и изложение вот этих откровенных идей, но в новой форме, как это было в Ветхом Завете, когда Даниил предсказывает освобождение из Вавилонского плена, и как это мы наблюдаем и в Священном Писании Нового Завета, где первые три евангелиста называются синоптиками именно в силу того, что они пользуются текстами друг друга. В соответствии с церковной традицией первым был написан текст Евангелия от Матфея на арамейском языке, переведен на греческий, евангелист Марк сокращает этот текст, а евангелист Лука пользуется этим текстом и текстом евангелиста Марка для своих целей. Получается, что когда уже более поздние последующие авторы, основываясь на Священном Писании Нового Завета, по-новому, в новых терминах, в новых формах излагают Божественное Откровение, то эти произведения тоже являются богодухновенными. Однако они не входят в тот самый список книг, который сформировался в целом к IV веку по Рождеству Христовым. Если мы говорим, например, о произведениях отцов-каппадокийцев, то эти произведения тоже богодухновенные, потому что содержат адекватную интерпретацию истины, содержащейся в Священном Писании Нового Завета. Например, слова Григория Богослова о Святой Троице, конечно, это богодухновенное произведение. Или какие-то литургические тексты, которые, в свою очередь, основаны на этих произведениях христианских богословов и подвижников, тоже можно назвать богодухновенными. Но они отнюдь не входят в канон Священного Писания Нового Завета. О том, что такое понятие богодухновенности уже текстов, выходящих за границу Нового Заветного канона, было не чуждо Древней Церкви, мы с вами можем видеть, основываясь на двух примерах. Отзываясь о шестодневе святителя Василия Великого, его брат, святитель Григорий Низкий, говорит, что это богодухновенное толкование, и используется греческий термин «theopnefstos», именно богодухновенный, это богодухновенное толкование, которому удивятся не меньше, чем словам самого Моисея. А отцы Третьего Вселенского Собора, когда выносили вердикт о низложении еретика Нестория, написали следующее и подписались все. Цитата. «Господь Иисус Христос устами всего святейшего собора определяет лишить его Нестория епископского сана и отлучить от общения церковного». И это не просто красивая формулировка, и более того, это не самонадеянность отцов Третьего Вселенского Собора, которые хотят похвастать тем, что им открыто некое особое знание от Господа. Ничего подобного. Богодухновенность в данном случае это адекватная интерпретация священного писания Нового Завета, в частности учения о Господе Иисусе Христе, эта адекватная интерпретация является богодухновенной и по необходимости не принимает Нестория его учения и тем самым технически Несторий извергается из сана как еретик. Поэтому можно сделать следующий вывод. Круг богодухновенных произведений намного более широкий, чем канон священного писания Ветхого или Нового Завета. Когда мы с вами читаем произведения святителя Феофана Затворника, например, его толкования на апостола Павла, то мы видим, насколько он проникнут и духом древней церкви, насколько он активно задействует современный ему филологический научный аппарат. И, конечно, мы можем сказать, и это тоже богодухновенные произведения. Но, конечно, кроме русской православной церкви, даже в других православных поместных церквах далеко не все знают о святителе Феофане Затворнике. И, конечно же, его произведения не входят в тот самый канон, который принимают не только православные, но и католики, и англикане, и восточные дохалкидонские церкви, и протестантские динаминации. Поэтому можно сделать следующий вывод. Объем или количество богодухновенных произведений значительно превышает список книг священного писания Нового Завета. Это, если говорить о термине канон, в изначальном смысле канон, каноничность, как изложение, адекватное изложение истины. Но термин канон употребляется еще и во втором значении в определении канона Нового Завета. Канонами назывались в древности также списки чего-то правильного или приемлемого, или утвержденного. Отсюда до сих пор в Западной Церкви, есть понятие канонник, то есть священнослужитель, который внесен в списки данной епархии. И в случае, если возникает вопрос, а это вообще, говорят, законно рукоположенный и законно служащий священник или нет, можно обратиться в епархиальное управление, посмотреть списки правильных каноничных священников и сказать, да, он каноничный священник или канонник. Поэтому, когда мы говорим о каноне как о списке, то мы говорим, что да, это правильный список книг священного писания Нового Завета. Если мы соединяем воедино эти два значения термина канон, как то, что указывает на истинность и как правильный перечень чего-либо, мы с вами можем сказать, что в определении канона речь идет о том, что это правильный список книг, содержащих адекватное изложение учения Господа Иисуса Христа. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.